всем привет сегодня мы с мамой решили сварить кипрский десерт по лузере но на этот раз мы будем с ней варить из сока гуавы гуава выглядит вот так специально достала две прусинки чтобы вам показать как она выглядит внутри она красненькая разрежь пожалуйста сок у нас получился красноватый расскажи как ты сок из нее получила обычно едят ее с кожурой я ем без кожуры я кожуру в чай кому не нравится кожура тот чистит ее сок варила но обычный как говорится бабушкин рецепт очистила эти все хвостики разрезала на четвертинки воды налила вот как покрыть эти фрукты в кастрюле и все и кипела но кипела на минут 40 на очень медленном огне потому что она плохо очень отдает свои свойства кислоту сладость цвет вот где-то только через 30 минут начало давать вкус появился у этого компота такой запах насыщенный потом ты выжала жмых получил жмых я выжала но практически он был практически без сока жмых вот он не давал уже никакого сока попробовал он безвкусный то есть выварился полностью там такой компот но он концентрированный компот то есть в основном так концентрированный сейчас да в принципе так по жаре так можно и такой холодненький пить вкусненький стал ну как я не люблю очень сладкий нормальный и я из части сделала карамель карамель сейчас я вам покажу карамель она как варенье горит джем вот она была съели красивый вкусный класс ты засыпала сахара сколько там на стакан да один к одному на стакан отвара этого стакан сахара и варился ну тоже я думала быстро он пока начал пену давать минут три покажи ложечкой сейчас покажу карамель такая вот такая вот она получается ну такая ароматная тоже я уже на все пробовала теперь мы вам покажем ингредиенты которые нам понадобятся для полузерия из гуавы нам нужен сок гуавы это может быть любой другой сок с моей свекровью мы валили полузерия из гранатового сока и виноградового сока сколько у нас тут стаканов мало получается но полтора на каждый стакан нам нужно будет столовой ложке муки из пряностей нам нужен анис сладкий анис вот он так называется гликанисос анис по-английски и по-русски анис нужно или перемолоть в кофемолке нам нужно будет небольшое количество где-то вот столичка ложка без горки наверное на такое маленькое количество можно даже меньше скорее всего если вы будете его молоть перемолотый можно сразу же варить вместе с нашим полузере да как варить само полузере кстати есть у меня пошаговый рецепт на канале от моей свекрови и так как у нас нет кофемолки мы с моим а будем вот таким методом то есть мы небольшое количество меньше ложки засыпали в кофеварку вот такую и ложки сколько ложек 57 наверное здесь воды небольшое количество нам нужен просто отвар мы его закипятим отсадим и водичку используем для нашего полузере еще нам понадобится нектар померанца ансониро вот так он выглядит смотрите на кипре продается в таких бутылочках water with bitter orange flower ну это не совсем оранж это не апельсин это померан вот такое растение оно называется пеларгония душистая это родственник герани я не знаю мы наверное возьмем два листочка вот таких или мы три положим чтобы три положили и положим наш любит чтобы очень по принципе это на большее количество давай положим да она будет нас более ароматная поскольку носок останется ли запах главы да после померанца будем варить небольшое количество только для пробы поэтому сахара нам нужно где-то тоже наверно половину столовой ложки до посмотрим максимум столовая ложка на все это количество обычно полузере вообще варят без сахара и так сейчас мы включим сначала наш анис чтобы он заварился нам нужно чтобы водичка закипела закипел у нас анис сейчас мы его отольем в ситечко нам нужна только водичка только один отвар водичка это немножко стынет лишнее убираем выбрасываем сейчас мы будем мерить стаканами сколько у нас сока стакан 200 граммов ты наливай полный поэтому почти два стакана таких да да нет не почти это полтора стакана там же сужены нет это полтора ну еще у нас будет небольшое количество воды от они создают два стакана жидкость и еще немножечко нектара нальем поэтому у нас всего будет ну почти два стакана да поэтому я думаю нам нужно две ложки муки положить муку мы будем засыпать потом сначала нам нужно нагреть этот сок поэтому нагреваем его не кипятиво а просто нагреваем вот видите уже нагревается поэтому пока что выключаем наливаю небольшое количество тёплого сока и теперь нам нужно разбавить муку высыпаем две ложки муки без горки размешиваем муку венчиком теперь муку отставляем в сторонку опять включаем сок и теперь нам нужно высыпать сахаром мы решили насыпать где-то ложечку сколовного сахара помешиваем сок вливаем в него муку которую мы до этого размешивали с соком и с отваром аниса окон у нас такой небольшой совсем меньше среднего помешиваем чтобы десерт не приставал в донышку добавляем сюда пилиргонию для запаха чтобы у нас полузерий вкусно пахло 3 листочка небольших варим так от 5 до 10 минут где-то меня свекро лучило нужно смотреть по консистенции чтобы десерт был густенький померанец еще рано да, помирались через несколько минут нальем прошло уже минут 7 оно уже практически готово в нашей полузере добавляем померанца размешиваем и провариваем еще немножко пару минут, да? пару минут, да пока у нас доваривается полузерий нужно смочить водой в емкости для десерта переливаем водичку из одного в другой нужно переливать десерт на моченные емкости чтобы он потом легко отходил поэтому я переливаю сейчас водичку из одного в другой разливаем полузерий по емкостям это по пол мисочки посыпаем десерт измельченными орехами обычно посыпают миндалем у нас бразильский орех мы любим эксперименты да, мы очень любим эксперименты за что нас кое-кто очень критикует ничего нужно пробовать разное мы любим смешивать разного орешков еще нужно будет подрезать ничего, сейчас подрежу я просто оставила два, чтобы показать бразильский орех, как выглядит да, давай еще их можно блендером, а можно ножом мы любим ножом наш десерт готов смотрите как он аппетитно выглядит на основе этого десерта делают еще вот такую греческую сладость которая называется судзукас так она выглядит или черчхела черчхела еще она у нас называется не знаю как делать черчхелу не знаю технологию приготовления вот такой судзукас там нанизываются орешки на ниточку и потом это все вмокается в полузерий и полузерий сохнет потом на солнце вот еще делают сухое полузере тоже у меня кстати скоро выйдет рецепт на моем канале как моя свекровь это делает надеюсь видео вам понравилось вы можете сделать тоже такой десерт в домашних условиях будем пробовать что у нас получилось может быть немножко подождем чтобы оно остыло спасибо за просмотр и до встречи в новых выпусках всем пока и до встречи в следующих видео пока